Челябинский метеорит. Когда упадет следующий? Всем панкейк, дорогие друзья! Сегодня мы затронем необычную и крайне интересную тему для обсуждения – метеориты. Они бывают разные, мы затронем крупнейшие и посмотрим в будущее. Давайте же углубимся в это событие и почерпнем для себя немного больше. Начнем! Утром 15 февраля 2013 года небо над Уралом рассекла ослепительная огненная вспышка. Ее видели жители нескольких регионов, а жители Челябинска еще и почувствовали. Их обдало такой ударной волной, что без окон остался почти весь город. В тот же день стало понятно – в небе на Южном Урале разорвался метеорит. Мощность взрыва была в 440 килотонн, по оценке НАСА. Это как 20 хиросим. И даже сейчас, спустя 10 лет, ученые не знают о том событии. Челябинский метеорит уникален. Изнутри он покрыт крохотными трещинками, каких ученые не видели больше ни на одном метеорите. Они-то и стали причиной взрыва. Метеорит разорвало в небе, словно осколочную гранату. Но откуда взялись эти трещины? Чтобы это выяснить, ученые взяли один из осколков, выточили из него шарик диаметром в 4 сантиметра и стали воздействовать на него ударными волнами. Для эксперимента мы пожертвовали хорошим образцом метеорита, говорит исследователь Челябинского метеорита, профессор Уральского федерального университета Виктор Гроховский. Выяснилось, что метеорит покрылся трещинами в результате удара. От этого же удара его выкинуло из пояс астероидов. А дальше он полетел в сторону Челябинска. Предсказать его приближение ученые не могли. Они наблюдают за крупными объектами диаметром больше 140 метров. Их мимо Земли пролетает около 30 тысяч штук. А за такими малышами, как Челябинский, размером в 19 метров, и не уследить, их слишком много. Новые метеориты? Миллиарды людей на Земле живут, решая каждодневные проблемы. Беспокоятся по поводу политических событий и коронавирусной инфекции. Влюбляются, проектируют дома, ставят спектакли, отправляются в плавание по океану, учат детей читать и писать, делают покупки и совершают тысячи других вещей. А тем временем к нашей планете из глубин космоса со скоростью 27 км в секунду мчится каменная глыба размером с три футбольных поля. И уже очень скоро, в 2029 году, этот астероид приблизится на критически малое расстояние. Настолько малое, что астероиду помимо его официального имени Апофис дали еще и прозвище «убийца Земли». Что известно об Апофисе? Этот астероид был открыт специалистами обсерватории Кит-Пик в Аризоне в 2004 году. Вначале астероид получил невыразительное название 2004-MN4. Однако, когда ученые обнаружили, что траектория полета астероида такова, что вполне может привести его к столкновению с нашей планетой, это небесное тело обзавелось именем собственным – Апофисом. Это небесное тело было названо в честь древнеегипетского божества, чудовища Апопа. Греки произносили «апофис» – страшного змея, стремящегося уничтожить Солнце и все живое. Апофис представляет собой каменную глыбу неправильной формы. Диаметр астероида менее 400 метров, а вес астрономы оценивают приблизительно в 27 миллионов тонн. Впрочем, это приблизительные данные, поскольку нет полной ясности в том, из каких пород состоит астероид. Астероидов такого типа в Солнечной системе астрономам известно около 4 миллионов. Апофис так и остался бы одним из многих неприметных небесных тел с названием из букв и цифр, если бы не его орбита. Она пересекает земную. Расчеты показали, что в ближайшее время эта гигантская каменюка неоднократно пролетит очень близко к Земле. Это должно произойти в апреле 2029 года, а затем в 2036 и 2068 годах. Первоначально астрономы сочли, что вероятность столкновения Апофиса с Землей равна 3%. Это весьма высокий уровень опасности. Однако новые наблюдения и расчеты показали, что вероятность удара небесного странника о нашу планету приближается к одной миллионной. Это обнадеживает. Тем не менее, радоваться рано. Специалисты США, Италии и России, проведя совместные расчеты, пришли к выводу, что Апофис пролетит между Землей и Луной на расстоянии 38 тысяч километров от нашей планеты. Это настолько близко, что астероид может запросто снести несколько геостанционных спутников. Что будет, если астероид столкнется с Землей? А перед тем, как мы продолжим, давайте сделаем паузу, передохнем от такого количества информации. Пока вы отдыхаете, поставьте лайк. Ну и раз уж вы и там, подпишитесь на канал, это сильно поможет в развитии канала. Давайте продолжим. Таким образом, как говорят эксперты, существует один шанс к миллиону, что в один из своих подлетов Апофис все же врежется в нашу старушку Землю. Астрономы вычислили даже точную ближайшую дату, когда это может произойти. Как ни странно, но это 13 апреля 2036 года, пятница. Что же будет в этом случае? В общем, ничего хорошего. Все знают, сколько бед наделал Тунгусский метеорит, а его размер, по мнению ученых, был всего 75 метров. Если на Землю рухнет глыба диаметром в 400 метров, последствия могут быть во много раз более тяжелыми. Падение небесного тела таких размеров высвободит 500 мегатонн энергии. Для сравнения, Тунгусский метеорит вызвал взрыв примерно в 40 мегатонн. Энергия взрыва термоядерной бомбы АН-602, известной как «Царь-бомба», составила 57 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Взрыв бомбы над Хиросимой равнялся 18 килотоннам. Если Апофис рухнет на Землю, то на месте падения будет уничтожено все живое. Появится кратер размером 8 километров. Место падения станет эпицентром землетрясения не менее 6,5 баллов по шкале Рихтера. В небо взметнутся тонны пыли и щебня. Многие эксперты полагают, что это может стать причиной резкого похолодания в планетарном масштабе. Местом возможного падения Апофиса ученые считают волосу шириной в 50 километров, захватывающую юг России, Сибирь, Тихий океан, Центральную Америку и часть Атлантики. Такие крупные города, как Монагуа, Сан-Хосе и Каракас находятся в особенной опасности, поскольку расположены практически точнехонько на этой плоте. Впрочем, есть вероятность, что стероид упадет в океан в тысячах километров от западного побережья американского континента. Если катастрофа будет развиваться по этому сценарию, то бед тоже не избежать. В воде образуется воронка глубиной и шириной не менее десятка километров. Это станет причиной гигантского цунами. На берег обрушатся волны высотой до 20 метров. Все живое в 300 километрах от побережья будет смыто в океан. Поселки и города будут разрушены. О гибели человеческой цивилизации в целом говорить вряд ли приходится. Но в любом из сценариев катастрофы все равно, упадет ли Апофис на сушу или на воду, избежать огромных по масштабам жертв и разрушений не удастся. Надо сказать, история Земли знает пример катастрофического падения небесного тела, ставшего причиной массового вымирания. Речь об астероиде, получившем название Чуксулуп. Он рухнул на полуостров Юкатан 65 миллионов лет назад. Именно с этим ученые связывают исчезновение динозавров. Что же делать? Как уже было сказано, вероятность падения Апофиса на Землю чрезвычайно мала. Тем не менее, с момента обнаружения астероида в 2004 году и осознания опасности, которую он в себе таит, ученые продумывают разнообразные варианты избавления от этой опасности. Самый неразумный вариант – тот, который был предложен когда-то в фильме «Армагеддон» – взорвать астероид мощной бомбой. В этом случае вместо одного астероида на Землю упадут несколько десятков, а то и сотен поменьше. И еще неизвестно, что страшнее. Самый экзотичный из предложенных способов – распылить на астероид краску, чтобы эта каменная глыба изменила цвет. В этом случае, поскольку Апофис будет отражать свет иначе, изменится и световое давление на него, которое и является причиной вращения. Траектория астероида изменится, однако скептики этот проект не поддерживают, поскольку небесное тело имеет крайне неправильную форму, которая не позволит рассчитать траекторию его движения в случае изменения светового давления. Усилия по окрашиванию астероида могут оказаться бессмысленными. Есть идеи использования лазерных лучей или гравитационных тягачей, которые столкнут Апофис с его орбиты. Но проблема в том, что при реализации любого из предложенных на сегодня проектов невозможно будет точно рассчитать результат. По этой причине ученые предпочитают пока наблюдать за Апофисом, тем более, что очень скоро для этого представится прекрасная возможность, он пройдет максимально близко от Земли. Российские ученые из лаборатории математического моделирования методов защиты от астероидно-кометной опасности, созданной при Московском институте электроники и математики, считают, что наиболее разумно было бы установить на Апофисе радиомаяк, который позволил бы отслеживать местонахождение небесного странника в каждый момент, определять его скорость и другие параметры, и действовать, исходя из полученных данных. Другие астероиды. В январе 2022 года, по данным Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США, мы узнали, что к Земле приблизились два потенциально опасных астероида. Первый из них – 2013 YD-48, размером с Биг Бен. Он имеет ширину около 104 метров и пройдет мимо планеты 11 января на расстоянии 5,6 миллиона километров. Второй – 7482 YD-48, вдвое больше американского небоскреба Empire State Building. Он приблизится к Земле на расстоянии 0,13 астрономической единицы 18 января. Это, по данным Центра изучения околоземных объектов НАСА, считается близким подходом. Кроме того, ученые предупреждают, что к Земле летит еще минимум два астероида. Первый – 4660 Nereus, размером с Эйфелеву башню. Астероид был открыт в 1982 году. Ученые объяснили, что он не представляет угроз для планеты, но на скорости около 23 тысячи километров в час космическое тело пройдет на значительном расстоянии от Земли. Какого именно числа астероид пролетит мимо Земли, специалисты не уточняли. Второй астероид – Бену. Это небесное тело астрономы обнаружили еще в 1999 году. Уже тогда траектория его движения стревожила ученых. За Бену пристально наблюдали несколько лет. В 2016 году американское космическое агентство даже отправило к астероиду аппарат OSIRIS-REX. Зонд сфотографировал астероид со всех сторон, а затем приблизился с ним и взял образцы грунта. Но на Землю они будут доставлены только в 2023 году, рассказал научный сотрудник миссии НАСА по изучению астероида Бену Джозеф Нут. Однако, уже полученных от OSIRIS-REX данных достаточно, чтобы понять огромное космическое тело, и наша планета неуклонно сближается. Если астероид врежется в Землю, произойдет чудовищный взрыв примерно 1150 мегатонн в тротиловом эквиваленте. В 20 раз больше самой мощной ядерной бомбы, которую придумало человечество. Как вы думаете, эти метеориты действительно угрожают Земле? Считаете ли вы, что все эти волнения преувеличены? Напишите ваши мысли в комментариях. Ну а пока вы все еще здесь. Спасибо за то, что посмотрели видео. Напоминаем поставить лайк под видео и подписаться на канал. Это будет лучшей благодарностью за проделанную работу. Ну а пока с вами все также был Панкейк. Всем хорошего настроения и попутного ветра. До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!